Друзья, всем огромный привет! Сегодня решил провести небольшой эксперимент. А для этого нам сегодня понадобится перекись водорода, 3% лимонная кислота и простая водичка. Ну, мы примерно на глаз насыпем с вами. Ну, не на глаз, а в баночку, в одинаковых пропорциях. Приблизительно одинаково, то есть по 40 грамм мы насыпали в каждую баночку обычной лимонной кислоты. Теперь в эту баночку сейчас нальем перекись водорода и возьмем второй тюбик. И наливаем вот по рисочку, сейчас нальем, чтобы у нас было тоже одинаково, одинаковые пропорции. Сюда же нальем простой обычной воды. Здесь нарисуем буковку П, вот так, чтобы нам потом не перепутать, что это перекись. Хорошенечко сейчас все перемешаю, чтобы растворилась кислота. Ну, собственно, мы будем сегодня пробовать, что же уберет лучше ржавчину. Но для этого, чтобы нам процесс ускорить, мы нагреем феном сейчас две наши баночки. Поставил на кирпичики и будем поочередно немножко нагревать строительным феном. Водичку можно было сделать горячую, да, можно было, но перекись я, как ее можно было нагреть, там, в кастрюле, зачем это делать, нам нужно делать сразу, да, на глазах у вас. Поэтому использую строительный фен. Теперь мы поместим сюда гаечку болтом. И сюда. Также для наглядности взял такие арматуры, куски ржавые. Сейчас мы их вот так вот поместим, чтобы нужно было видеть разницу. И вот так вот оставим. Как видите, сразу пошла реакция. Причем в перекиси она пошла быстрее. Все-таки, наверное, есть смысл в перекиси. То есть, друзья, смотрите, насколько быстро течет реакция в перекиси быстрее. Ну, давайте это оставим немножко, пускай это покиснет, подмокает. Я немножко отвлекусь. Друзья, вы еще не знаете, где найти подарки себе и близким на Новый год? Так я вам сейчас расскажу. Все можно сделать, не выходя из дома, а прямо с компьютера или с телефона. Для этого заходим на Мегамаркет и выбираем необходимые товары. Маркетлэйс Мегамаркет – это онлайн-площадка, где собраны различные товары. Можно обустроить дом к Новому году, найти подарки себе и близким. Там предоставлены качественные товары по выгодным ценам, широким ассортиментом товаров, из которого каждый найдет что-то для себя в преддверии праздника. Онлайн-шоппинг на Мегамаркете – это удобно и выгодно. А сейчас действует акция. Повышенный кэшбэк на строительство и ремонт до 80% бонусами Сберспасибо. Затем этими бонусами можно оплатить до 99% от стоимости следующего заказа. А также воспользоваться промокодом на первую покупку Мегаремонт на 1500 рублей при первом заказе от 5000 рублей до конца декабря. То есть повышенный кэшбэк и промокод работают вместе. Например, захотели приобрести болгарку, выбираем на Мегамаркете, вводим промокод Мегаремонт и видим минус 1500 рублей. Так еще и кэшбэк в размере 1298 рублей, который можно потратить на следующую покупку. Друзья, в преддверии праздников внимание к себе и близким важно. А Мегамаркет с этим помогает. Переходите по ссылочке в описании. А мы продолжаем. Да, конечно, реакция и там, и там есть, но тут значительно она идет быстрее. И вот вид сверху, как видите, насколько в перекиси процесс идет прям бурлит, кипит все. Отшуметь. Какая же температура в перекиси. Температура у нас выросла до 50. А здесь у нас 44. То есть, ооо, как в перекиси. Она закипает. Ой-ой-ой, закипела. Ха-ха-ха. Перекись, то есть, греть не надо вообще. Вот и вывод, друзья. Сами видели, что перекись греть не надо. Она и так хорошая реакция идет, или быть, с выделением большого количества тепла. Но все-таки опыт есть опыт. Вот на 60-70 градусов нагрелось. То есть, температура как выросла. 79. Вот сейчас начало немножко падать. А здесь у нас, как была, здесь наоборот у нас температура понижается. Честный опыт, друзья. Как видим, спустя 5 минут просто с водой реакция до сих пор идет. Прям видно, что она более активно наоборот стала. В перекиси я не вижу, чтобы какая-то реакция сейчас шла. Давайте посмотрим по температуре. Так, смотрим, что же у нас здесь получается. В воде у нас температура немножко выросла. В перекиси у нас температура упала. Ну, в общем, оставлю на часика-два. Пускай посмотрим, подождем и посмотрим результат конечный. Так, друзья, у нас прошло буквально часа 4. Но здесь уже такая слабенькая реакция идет. Ну, и что дожидаться какого-то чуда. Будем проверять. То есть, у нас здесь обычная вода с лимонной кислотой, а здесь с перекисью водорода лимонная кислота. Взял я раствор соды, чтобы нейтрализовать кислоту. Простите, реакция сразу идет, да. И потом в проточную обычную воду. Протрем ветошью. Ну, как результат, конечно, смотрите, ржавчины. Вот у нас была граница. Ржавчины нет вообще. Съела бы. Давайте посмотрим, что у нас с перцем водорода. Тут какой-то белый налет. Ну, давайте тоже его засунем. Реакция чуть-чуть меньше. Так, водички. Ну, и смотрим. Ну, смотрите, ну, реально тоже ржавчину съела. Прямо здесь вот четко выраженные границы такие, да. Если здесь. Ну, здесь более белый металл. Здесь какой-то более желтый. И вот этот мне, между прочим, понравился даже больше. Достали болт. Нейтрализуем его. И в проточной водичке. Также протрем сейчас насухо. Все это, конечно, там хорошенько в масле. Ну, ребят, смотрите, конечно, результат прям шикарный. Ну, видим, коррозии нету ржавчины. То есть результат шикарный. Тоже белый налет. Так, покажи. Слушай. Ну, вот я не знаю. Конечно, с перекисью мне этот результат не очень нравится. Почему-то в желтизну отдает. Видите? Вот чистенькая, беленькая. Реакция, смотрите, заметьте, какая реакция здесь идет. Какая с перекисью. Ну, и вот результат. Чистенькая беленькая гаечка. И причем резьба тоже полностью очищена от рожавчины. Так, ну и смотрим с перекисью водорода. Опять желтого. Ну, тоже, в принципе, реакция хорошая. И вот, вот этот налет, он почему-то... А, ну, смотрите, там под налетом-то, конечно, может быть, посильнее надо, да, посильнее оттирать надо немножко. Я немножко, конечно, вел вас в заблуждение сейчас. То есть, смотрите, на самом деле... О, металл чище. Просто его надо от желтого налета лучше оттереть. Может, за счет температуры, как-то, я не знаю, реакции химических. Ну, в принципе, в принципе, если вот так вот не придираться, то результат такой же, как просто обычная вода с лимонной кислотой. Ну, на мой взгляд, немножечко поярче здесь, почище. Вот по прутку сразу видно, да, где лучше. Пруток мне вот больше всего показал результат. Выводы, конечно, делать вам. Так что у нас такой вот получился небольшой эксперимент, что лучше, оказывается, не нужно тратиться на перекись. Можно просто лимонную кислоту с водичкой разогреть, и будет тот же самый результат, даже, может быть, и лучше. А тут видели, какая была реакция. А нейтрализовать можно всегда обычной содой пищевой, и потом промыть в чистой водичке. И, конечно же, смазать там маслицем, и будет все окейно. Друзья, у нас получился с вами вот такой вот небольшой выпуск. Я надеюсь, он был полезен, интересен. Пишите ваше мнение, если понравился палец, конечно же, вверх. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Все полезные ссылочки будут в описании под роликом. Вам же всем крепкого-крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока. И вот если более детально нам разглядеть, то видим, да, вот сразу понятно, что это у нас после перекиси. И вот у нас ржавчина прям, видите, сколько осталось еще. Здесь все-таки меньше. Есть, конечно, вот небольшие крапинки. Но все равно результат, как видите, ну, на мой взгляд, он гораздо лучше. Гаечки возьмем, давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok